Итоги дня в нашем выпуске новостей. Здравствуйте в студии Артём Тарасов. Культурная столица в помощь Донской. Необходимые продукты для беженцев весом 60 тонн прибыли в Новошахтинск. После разгрузки их отправят в 4 пункта временного проживания украинцев. Принимал гуманитарный груз и наш корреспондент Сергей Мирошниченко. Четыре фуры с гуманитарной помощью из Санкт-Петербурга добираются до пункта назначения без потерь. Два дня в пути. Конечная остановка – Новошахтинск. Среди 60 тонн компактно упакованного груза из муки, сахара и детского питания оказались два неприметных пакета с едой. Узнав о гуманитарной помощи украинцам, когда-то ребенок блокадного Ленинграда не осталось в стороне. Пожилая женщина привезла с собой пакет и говорит, передайте лично от меня благотворительную помощь беженцам с Украины. Положила в этот автомобиль и, в принципе, выдвинулись после всего этого уже в Тварцовскую власть. Санкт-Петербург уже не в первый раз помогает беженцам из Украины. Этот кортеж на 5 миллионов рублей собрал Совет Федерации и Культурной столицы. В скором будущем планируется еще один рейс со всем необходимым на борту. Новошахтинск находится в середине, скажем так, территориально между этими лагерями. То есть, как бы, это будет отсюда разъезжаться по всем лагерям. Также у нас в Ростове есть склады. То есть, у нас все достаточно для приема гуманитарного груза. В ближайшее время ценный для беженцев груз поставят на довольствие. Его должно хватить четырем лагерям на 10 дней. Продукты рассортируют, достанется и беженцам, которых приютили жители Дона. Но в первую очередь гуманитарку направят в палаточные городки. Сергей Мирошниченко, Андрей Токарев. Главные новости. Тем временем, продвижению продукции «Атоммаш-экспорта» на федеральном уровне поможет начало строительства трубопровода «Южный поток», заверил губернатор. 600 километров газового пути пройдут через Ростовскую область. Также во время рабочей поездки по Волгодонскому району глава региона побывал еще на двух предприятиях. Слово Екатерине Лободиной. О своих конкурентных преимуществах в производстве оборудования для газопроводов руководство «Атоммаш-экспорт» рассказывает губернатору во время экскурсии по заводу. Промышленники делятся планами строительства трубопровода «Южный поток», который пройдет через Ростовскую область. Глава региона обещает поддержку в продвижении продукции на федеральном уровне. «Предприятие сегодня реально занимается импортозамещением. И здесь очень важно увидеть проблему региональную, которую мы можем решать и совместно с федеральными структурами. И, наверное, по итогам этого общения будет сделана отдельная записка и обращение в некоторые федеральные органы власти». Предприятие также занимается производством оборудования для атомных электростанций и его ремонтом. «Потому конструкцию мы преобразили для АЭСа. То есть отличие все в том, что по требованиям регламентов с использованием оборудования АЭС необходимо съемные крышки». О своей конкурентной способности говорят в инженерном центре «Гранд». Он сотрудничает почти с сотней митрополий, епархий России, СНГ и 11 стран дальнего зарубежья. Опыт работы с композитными, искусственно созданными однородными материалами позволил предприятию успешно работать в строительстве, реставрации, изготовлении скульптурных композиций и архитектурного декора. «Сегодня задача задействовать и существующие производства, и создать условия для их развития, но и задействовать те громадные производственные площади, которые реально имеют потенциал. В этом смысле эта территория должна быть со вниманием оценена, наверное, не только на уровне региона, но и федеральным городом». Экскурсионный тур губернатора по предприятиям Волгодонского района завершается на Романовском заводе резинотехнических изделий. За два года РТИ наладил поставки на несколько предприятий, в том числе изготавливающих оборудование для атомных станций. Екатерина Лободина, Юрий Санкин, Главная новости. Другим темам. Новый детский сад открылся в станице Романовской Волгодонского района. По словам местных жителей, имела место большая потребность в дошкольном учреждении в новом микрорайоне села. Два других детских сада переполнены, построили новое двухэтажное здание с игровыми площадками на пустыре почти за год. Детский сад рассчитан на 110 мест, 6 групп. Созданы все условия для того, чтобы детям было комфортно, уютно в этом дошкольном учреждении. У нас есть функциональные кабинеты, физкультурные, музыкальный зал. Все специалисты. Специалисты практически с высшим образованием имеют специальный образовательный ценз. Повышение квалификации прошли. В планах районной администрации создание мобильного детского сада на 30 мест он станет филиалом или структурным подразделением нового дошкольного учреждения для детей от 3 до 7 лет. Тем временем еще один детский сад открылся на Дону в Багаевском районе в хуторе Ажинов. Заработало дошкольное учреждение на 40 мест. В течение 15 лет капитальный ремонт здания был заморожен. Тем временем дети от 3 до 7 лет находились дома. На восстановление потребовалось почти 35 миллионов рублей. Илья Елена Бараникова продолжит. Без детского сада в хуторе Ажинов выросло уже практически целое поколение. Светлана Парфенова бабушка трех внуков. Двое из них уже выросли. И открытия садика дождалась только ее младшая внучка. Довольны, что садик наконец-то у нас открылся. А так, ну что, малышня вся дома сидела. После ремонта здесь все новое. Мебель, оборудование, есть спортивные и актовые залы, а также комнаты отдыха. Это стол для воспитателей. Они читают их сказки в то время, когда они засыпают. Капитальный ремонт сделан всего за полгода. Еще немного времени понадобилось на обустройство. Средств из федерального, областного и местного бюджетов хватило на все необходимое. Мы действительно его очень долго ждали. Около 15 лет наши родители не имели возможности нормально пойти на работу, оставить ребенка. Это была большая проблема. Сейчас эта проблема решена. В прошлом году в нашей области открыли более 9 тысяч дошкольных мест. В этом ожидается не менее 7 тысяч. Проблему очередности должны полностью решить в 2015 году. Для решения этой задачи делается все, абсолютно все, губернаторам, правительствам, муниципалитетами. Вот открытие сегодня детского сада в хуторе Ажинов на 40 мест после реконструкции яркий тому пример. И скоро таких примеров в районе станет еще больше. Начали строительство нового детского сада в Багаевском сельском поселении на 220 мест. И запланировано приобретение здания на 80 мест в хуторе Ёлкин. Елена Баранникова, Алексей Ануфриев. Главные новости. Июль. Время отпусков. Многие едут за рубеж. О том, как правильно оформить загранпаспорт, о преимуществах нового документа, мы поговорим сегодня. Гость студии, заместитель начальника отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по Ростовской области, Дмитрий Травянко. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно вас видеть в нашей студии. Ну и, собственно, вначале я хотел, чтобы вы рассказали о порядке оформления бланков заграничных паспортов нового поколения. Ну, в период отпусков сейчас эта проблема наиболее востребована, оформление паспортов. Поэтому расскажу вкратце о самой процедуре. Сейчас основное направление у нас это заграничные паспорта нового поколения. У нас порядка 97% граждан оформляют паспорта именно нового поколения, а не старого. Основное их преимущество в том, что этот паспорт имеет электронный чип, этот паспорт имеет срок действия 10 лет. Увеличено количество страниц для проставления штаба при пересечении границы. И самое главное преимущество этого паспорта – упрощенная процедура прохождения пограничного контроля. Потому что все знают, что основная масса терминалов оборудована системой считывания автоматической. Это сокращает и время, и ошибки при пересечении границы. Кроме того, в этот паспорт сложно внести какие-то изменения, его подделать. Со следующего года, с января, планируется введение дополнительных биометрических данных в эти паспорта. Это такой параметр, как отпечатки пальцев. После этого подделать его будет практически невозможно. Ну и с чего следует начать? В первую очередь, любой гражданин с рождения имеет право оформить такой паспорт. Для того, чтобы его оформить, нужно обратиться в территориальные подразделения федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту нахождения с соответствующим заявлением. Для несовершеннолетних это заявление в отношении несовершеннолетнего лица. Для совершеннолетних граждан, соответственно, другой формы заявления для совершеннолетнего лица. В этих заявлениях указываются полные анкетные данные заявителя. Если это ребенок, то данные законного представителя. Оплачивается государственная пошлина. До лиц до 14 лет это 1200 рублей. Старше 14 лет это 2500 рублей. Предоставляется копия паспорта, оригинал документов, удостряющих личность гражданина. Основной ошибкой при оформлении паспортов является неверное заполнение анкет. Часто люди забывают указывать полную свою трудовую деятельность в разделе соответствующем. Либо неправильно указывают паспортные данные. Как и одной из ошибок может быть то, что некоторые не указывают возможную форму допуска, которая в них была связана с трудовой деятельностью. Это зачастую бывают причины отказа в оформлении паспорта. Кратце скажу о сроках оформления заграничных паспортов. В среднем срок оформления заграничного паспорта у нас составляет 1 месяц при подаче документов по месту жительства. 4 месяца при подаче документов по месту пребывания, либо местонахождения. Для секрета носителей этот срок составляет 3 месяца. Но с учетом проведенной нами работы, мы в последнее время сроки оформления сократили примерно до 3-3,5 недели. Поэтому я вижу, если человек обращается, то гарантированно через 3,5-4 недели получает свой паспорт. Загранпаспорт. Да. Также скажу, что у нас есть еще основания для оформления заграничных паспортов срочные. Это в случае смерти болезни родственников за пределами Российской Федерации, либо необходимости экстренного лечения за пределами Российской Федерации. Но в этом случае оформляются заграничные паспорта старого поколения. Это делается в течение трех рабочих дней. Во всех остальных случаях мы оформляем. Но старый загранпаспорт, он ограничивает человека, да, в количестве стран, в которых он может приехать? Да. И вдобавок хотел еще напомнить всем, кто нас слышит, что рядом государств, которые осуществляются выезды по туристическим и иным целям, при оформлении визы требуется срок действия не менее полугода действующего паспорта. В противном случае отказываются в оформлении. Поэтому эти моменты необходимо учитывать. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как правильно оформить загранпаспорт нового поколения. И гость нашей студии, заместитель начальника отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по Ростовской области, Дмитрий Травянко. Дмитрий, и в продолжении темы я бы сейчас хотел, чтобы вы рассказали, какие варианты оформления загранпаспортов сейчас существуют. Ну, в настоящее время для того, чтобы обратиться к нам с этим заявлением, существует два варианта. Либо это подача документов в порядке живой очереди, либо подача документов через единый портал государственных услуг. Данная процедура у нами введена с 2010 года, и в последнее время стала наиболее востребованной. Основная масса граждан пользуется именно порталом госуслуг. Поясню почему. При подаче документов через портал государственных услуг гражданин регистрируется на этом портале и дальше заполняет соответствующее заявление. Ему не нужно стоять, находиться в очереди. В свободное время он может заполнить соответствующее заявление. Но, опять же, не только в наше ведомство, но и в другие. Ему будет назначено соответствующее время для приема, в которое он приходит в наше территориальное подразделение. Наши сотрудники осуществляют прием, фотографирование, назначают время для получения соответствующего документа. Все уведомления приходят в электронном виде, и гражданин может практически в онлайн-режиме отслеживать движение по своему заявлению. Сейчас я бы хотел коснуться вопроса ошибок и проблемных вопросов, которые возникают у людей при оформлении заграничных паспортов. Вы уже две назвали. Какие еще существуют? В основном, скажем так, все причины ошибок при заполнении паспортов – это ошибки, либо машинально допускаемые при заполнении установочных данных человека, либо это ошибки при заполнении разделов трудовой деятельности. Когда люди просто забывают, что они в какой-то промежуток находились, делают пропуски в трудовой деятельности, не указывают, где они были. Вот это основная причина, которая служит отказом или возвратом документов на доработку. Но опять же, повторюсь, при подаче документов через портал госуслуг мы человеку возвращаем заявление, указываем на те недостатки, которые были допущены при оформлении заявления, и повторно потом принимаем уже исправленное. Каковы же основные преимущества загранпаспорта нового поколения над его предшественником? Основное преимущество – это наличие электронного чипа, который упрощает пересечение государственной границы. Вдобавок, увеличенное количество страниц этого паспорта, что в новых паспортах предусмотрено 46 страниц. А вот со старым образцом можно ли ездить по странам Евросоюза? По-моему, запрещено. Верно? Или там не все страны просто поддерживают? Ну, есть ряд стран, которые отказываются. Ну, я не буду утверждать на 100%, даже лично не подавал документы, но была информация, что не все страны пропускают эти паспорта. Это больше связано с визовыми государствами Евросоюза. Ну, в принципе, вот, помимо того, что вы уже перечислили, что еще людей заставляет именно выбирать предыдущую версию паспорта и соотношение с новой модификацией? Предыдущие паспорта выбирают в основном люди, которые планируют выезды в страны СНГ, но не Европы или дальнего зарубежья. В основном, критерии старых паспортов, как многие считают, что это его стоимость. Ну, на самом деле, опять же, разница незначительная. Значительная. И если учесть то, что срок действия одного паспорта 5 лет, а второго 10 лет, ну, целесообразность просто она не настолько велика. Дмитрий, сейчас хотел бы, чтобы вы рассказали, что же делать в случае потери загранпаспорта, изменилась ли схема его восстановления. Расскажите об этом. Ну, в случае утраты заграничного паспорта гражданин должен обратиться в наше территориальное подразделение с соответствующим заявлением, указать, что данный паспорт был утрачен. Наши сотрудники принимают это заявление и объявляют этот паспорт недействительным. В завершение, да, я хотел бы, чтобы вы назвали информационные ресурсы, используя которые жители Айдона могут получить всю исчерпывающую информацию о заграничных паспортах нового поколения и о том, как их можно оформить. Ну, наш основной информационный ресурс – это наш официальный сайт. Сайт называется fmst.ru. Там размещена вся информация по основным направлениям деятельности нашего управления. И точно так же можно воспользоваться сайтом госуслуги.ру. На этом сайте имеется та же самая информация, но больше адаптированная. Под подачу документов в электронном виде. Дмитрий, спасибо вам за содержательные ответы. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорили о том, как правильно оформить заграничный паспорт, о преимуществах оформления заграничных паспортов нового поколения над его предшественником. И гостем нашей студии сегодня стал заместитель начальника отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по Ростовской области Дмитрий Петровянко. Я напоминаю, наша служба новостей продолжает вас информировать о главных событиях Дона. Незаконное размещение торговых точек на жилой территории. Сотрудники Росреестра в Непланово провели земельный участок в Ростовской области. Результаты неутешительные. Частная собственность отдана под коммерческие предприятия. О наказании, которое грозит нарушителям, расскажет Юлия Карасюк. Вот на этом участке должен быть не столовая, а индивидуальный жилой дом. Вы собственник этого земельного участка? Нет. По-прежнему индивидуальные предприниматели пытаются обойти закон. Для легкой торговли достаточно просто зарегистрировать участок как жилую собственность. Дальнейшие действия зависят исключительно от порядочности владельцев земли. В этом случае вместо дома хозяева решили построить столовую и рядом торговать древесиной. Со спросом проблем нет. Рядом оживленная трасса. Но бизнес придется прикрыть. За нецелевое использование земли им грозит крупный штраф. Выданное предписание, которое будет выдано данному землепользователю о приведении данного участка в соответствии с видом его разрешенного использования и освобождении самовольно занятого земельного участка, должно быть исполнено. И мы этот вопрос проконтролируем. Владелец этого участка нарушил сразу две статьи административного кодекса. Кроме нецелевого использования своей земли он задействовал и муниципальную. Большая часть леса находится на казенной территории. Работники участка вины хозяев не признают. Говорят, сделали доброе дело, не дали земле пропасть зря. А щебенка, которая здесь насыпана на... Это для того, чтобы грязь в них. То есть они его самозахватом захватили. И государство здесь не предусматривало... Потому что человек выбирал, почистил все. ...не предусматривало здесь государство засыпку щебенкой, установку торгового павильона. Сохранить свой бизнес хозяева могут. После уплаты штрафа у них будет возможность переоформить участок для коммерческого пользования. Такой вариант для многих собственников малопривлекателен. Налог на имущество вырастет несколько раз. Основное поступление налогов в сельское поселение – это налог на имущество и земельный налог. Естественно, где происходят земли, отведенные для торговых объектов, складских помещений, для вот таких вот площадок, естественно, налог выше. Соответственно, в наших же интересах проводить совместно с отделом Росреестра такие проверки, для того, чтобы мы могли повысить свою налоговую базу. Популярность нецелевого использования участка растет с рекордной скоростью. Эта земля уже несколько лет сдана под сады и огороды. Но сейчас на ней только стройматериалы. По соседству находится строительная база. Ее владелец решил использовать свободную территорию в качестве склада. С сентября штраф за это нарушение вырастет несколько раз и составит 20 тысяч рублей. Юлия Карасюк, Юрий Бабенко. Главное. Новости. Следственный комитет на транспорте продолжает выяснять обстоятельства пожара на нефтеналивном танкере. Напомню, ЧП произошло минувшим вечером. По данным МЧС, возгорание стало следствием сварочных работ. Погибших нет. Шесть человек получили травмы. Розлива нефтепродуктов удалось избежать. Другим темам Ростовская область принимает семинар общественной наблюдательной комиссии. Азовская исправительная колония для несовершеннолетних стала наглядным пособием для обучения правозащитников. О правах человека за колючей проволокой расскажет Сергей Мирошниченко. Сейчас посмотрим, чтобы можно сравнить улучшенные условия и обычные условия. Значит, ну здесь у них имеются аквариумы, имеются флеера, значит электронные книги о нем. По режиму чем отличаются? По свиданиям, по посылкам? У них немножко больше краткосрочных длительных свиданий, нежели чем в обычных условиях. Исправительные колонии под замком для любопытных глаз, но для членов общественной наблюдательной комиссии двери за колючей проволокой почти всегда открыты. Тем более, что Азовские женская исправительная колония и колония для несовершеннолетних стали буквально обучающим центром для начинающих правозащитников со всей страны. Места содержания, пищеблок, спортзал и даже санузел. Для комиссии темных углов нет. В составе семинара члены экспертного совета при президентском совете по правам человека. Они делятся опытом по выявлению правонарушений в других регионах. В Азовской колонии придраться не к чему. Это наш восьмой семинар обучающий. В рамках президентского гранта, это третий только в ЮФО. Здесь собрались практически члены ОНК и председатели 12 регионов Российской Федерации. Ну и нам есть что показать, чем поделиться. И действительно, за ростовский главк не стыдно. Это могу совершенно ответственно сказать. Честно говоря, что проблемы есть, но они решаются и решаются на высоком уровне. Слегка придави на педаль. Слегка. А теперь прийти. Несовершеннолетние преступники могут выбрать свою профессию из пяти предложенных. В этом году появилась новая – оператор швейного оборудования. Будущие портные наладчики швейного оборудования через 4,5 месяца обучения получат свидетельство гособразца. После обучения планируется ребят трудоустроить, чтобы они могли, получившие навыки, применить другие. И имели возможность заработать для себя какие-то определенные деньги. Заработать деньги смогут и за решеткой. Как только первые 15 заключенных освоят профессию, на территории оборудуют производство в помощь швеям и женской колонии. Часть заказов будут выполнять новоиспеченные специалисты. Сергей Мирошниченко, Сергей Зайцев. Главное новости. 24 работника торговли получили награды за труд на благо области. С профессиональным праздником их поздравил вице-губернатор Сергей Горбань. На торжестве двигателя «Прогресса» побывал Владимир Савеленко. День торговли собрал лучших бизнесменов Дона. Они прошли долгий путь, чтобы достигнуть успеха в своем деле. Татьяна Петренко в торговле уже 30 лет и за это время подробно изучила все нюансы своего бизнеса. Я закончила училище, потом закончила техникум и институт. Начинала с продавца, впоследствии стала директором предприятия. Очень приятно, что оценили наш труд. Непосредственно моего предприятия, моих работников. Я считаю, это тоже ихняя завтуга, которая им не помогает. Всероссийский день работника торговли официально отмечают только с прошлого года. Однако у этого праздника гораздо более глубокие корни. Особенно в нашем исконно торговом регионе. В торговле занято на сегодняшний день более 360 тысяч тех, кто работает в этой отрасли. 360 тысяч человек. Фактически это каждый четвертый трудоспособный житель Ростовской области. Поэтому мы понимаем, что торговля, она еще раз подчеркну, является очень значимой частью экономики нашего региона. Ростовская область сегодня лидирует в Южном федеральном округе по объемам оптовой торговли. А по рыночному товарообороту уступает только Краснодарскому краю. Владимир Савеленко, Юрий Бабенко. Главная новости. Сейчас настало время новостей спорта. О них расскажет мой коллега Лев Клинов. Лев, привет. Физкульт, привет, Артем. Рад посылать приветственные флюиды нашим дорогим телезрителям. Сегодня у нас футбол во главе угла, ведь считанные часы остались до противостояния Ростова и ЦСКА в матче за Суперкубок. Практически 49 часов остается. Каковы ставки на игру, Лев? Ой, букмекерские консервировки не в пользу Ростова, но с другой стороны, если... Ростов победит и тот, кто поставил на нашу команду, неплохо обогатится. Да, если, допустим, поставят энное количество денег, то, может, энное увеличенное в разы, в трое даже, или в четверо. По-моему, сейчас коэффициент 3,5 на нашу команду. Ну, как ты оцениваешь шансы ростовской команды? Сегодня читал заявление Андрея Кончельскиса, такой игрок, который за Манчестер Юнайтед, помним, в 90-е годы. До Дэвид Бэккома играл, да. Все верно, да. И, по-моему, в районе 50 мячей оформил за этот клуб. Очень хорошие показатели для российского игрока. Так вот, он говорит, что Ростов сможет победить только если будет на каждом участке поля в каждый момент времени не терять концентрацию. Вот, то есть за счет концентрации и все. Но, мне кажется, еще за счет давления, за счет силы, ведь у нас команда такая боевитая, и, мне кажется, ЦСКА будет очень проблематично. Ну что ж, души кривить на самом деле, если посмотреть статистику противостояния ростовского клуба с армейцами. Наши довольно неплохо с ними играют. Лев, ну, о чем расскажешь прямо сейчас ты? Вот, что мне интересно. Мы поговорим о матче, который футбольный клуб Ростов провел совсем недавно. И прямо сейчас начнем. Наконец-то победили на сборе в Австрии. Футболисты Ростова в последней контрольной встрече одолели боснийский клуб «Велиш». Все подробности противостояния у нашего корреспондента Станислава Ключко. Матч стартовался по зданиям почти на полтора часа, в связи с тем, что соперник по дороге на игру попал в аварию. Почти весь поединок проходил при проливном дожде. В тяжелых погодных условиях первыми открыли счет ростовчане. Уже на пятой минуте Бухаров удачно замкнул прострел с левого фланга. 1-0. Донской гренадер был самым активным в первом тайме. Мог отличиться еще не раз, но Александру чуть-чуть не хватило точности в завершающей стадии. Опасными ударами до перерыва отметились также Калачев и Торбинский. Во второй половине Ростов по-прежнему владел территорией и создавал голевые моменты. В Иконге, Полозу и Чхапеле отличиться не удалось. Сегодня ростовчане тренируются уже дома. Подготовка к матчу за Суперкубок практически завершена. ЦСКА является фаворитом в этом матче. Но все-таки Суперкубок не считаю каким-то таким выдающимся турниром. То есть турнир не может состоять из одного матча. Да, это там престижный, но больше это я называю, наверное, выставочный матч. Да, это трофей, но больше, наверное, выставочный матч. Тем более он проходит перед сезоном, когда команды еще в сезон не входились, не почувствовали тот игровой тонус. Но фаворитом ЦСКА однозначно. Суперкубок в российском футболе разыгрывается с 2003 года. Традиционно за трофей сражаются чемпион страны и обладатель национального кубка. Первым владельцем «Крустальной чаши» стал московский «Локомотив». Действующим является ЦСКА. Также армейский клуб – рекордсмен по количеству завоеванных наград. Красно-синие выигрывали Суперкубок пять раз. Ростов, конечно, способен на сюрприз, что он доказал в этом году. Наверное, на данный момент соотношение в пользу ЦСКА, скажем так, если говорить по букмекерским ставкам. Кстати, в 2004 году Дмитрий Кириченко, выступая за ЦСКА, забил на 113-й минуте московскому «Спартаку» в матче за Суперкубок. В том поединке армейцы победили со счетом 3-1. Надеемся, что в противостоянии с Ростовом удача будет на стороне желто-синей дружины. Очень приятно, что Бухаров забил первый мяч. Как раз таки в Суперкубке он сможет забить и второй, и третий. А может быть, дубль сразу или хет-трик оформит первый за футбольный клуб Ростов. Будем надеяться, ведь все-таки нужны голы и нужны победы нашему клубу. Кстати, а победа в Суперкубке что дает команде? Ну, помимо трофея. Помимо трофея практически ничего, да. Но это почетно. В начале сезона все потом будут настраиваться как на действующего обладателя Суперкубка. То есть для хорошего настроения, как говорится. Да, выставочный матч такой интересный. Но будем надеяться, что вот в Кубани, как раз на Кубань-арене, по количеству зрителей мы превзойдем прошлогодний поединок. Вот там было в районе 16 тысяч. Я надеюсь, что сейчас на матч ЦСК Ростов придет народу побольше. Лев, спасибо тебе за информацию. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом все. Выпуск по традиции продолжит прогноз погоды и аналитическая передача «Главное – бизнес». До встречи в эфире.